В пятницу, 6 октября, в Перми прошло заседание Ассоциации Городов Поволжья, в ходе которого участники обсудили стратегическое планирование и социально-экономическое развитие городов Поволжья. Подвели итоги деятельности Ассоциации за три года. Самару представлял первый вице-мэр Максим Харитонов. В своем докладе он рассказал об опыте города по стратегическому планированию. Стратегия развития Самары до 2025 года была принята в 2013 году. За годы, прошедшие после утверждения, накопился ряд предпосылок для ее корректировки. В результате стратегия дополнена новыми приоритетными направлениями. Развитие человеческого потенциала и социального пространства личности, повышение уровня и качества жизни населения, развитие креативных индустрий, обеспечение эффективной деятельности органов местного самоуправления, цифровая трансформация. Созданная на основе современных стандартов, с учетом мнений научного и бизнес-сообщества, стратегия позволит обеспечить устойчивое развитие города в условиях новых вызовов современности. Занять лидирующие позиции по уровню и качеству жизни населения, цитирует Максима Харитонова, телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Администрация Кировского района проводит процедуру выявления правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости и направляет данные для внесения сведений в ЕГРН. Наличие зарегистрированного права в реестре гарант того, что ваше имущество защищено, сообщает телеграм-канал Кировского района. Владельцев объектов недвижимости приглашают зарегистрировать право собственности. Государственная пошлина за регистрацию ранее возникшего права отменена. Чтобы тело и душа были молоды, необходимо вести здоровый образ жизни. Комплекс спортивных упражнений поможет укрепить здоровье, придаст сил и зарядит энергии на весь день. Администрация Красноглинского района приглашает жителей посетить тренировки по месту жительства. Занятия спортом стали доступнее благодаря реализации государственной программы Самарской области, поддержка инициатив населения муниципальных образований в Самарской области на 2017-2025 годы. Губернаторский проект «Содействие».